Должен помочь людям быстрее адаптироваться к новой планете. Жилище выполнено из облегченных материалов и надувных жилых помещений, которые можно сложить, ну, если вдруг понадобится, перелететь на другую планету. Но самое главное, марсианская недвижимость должна будет сократить уровень потребления, ведь человек в космосе не может добывать важные ресурсы. Выход найден. Космический дом должен будет преобразовывать побочные продукты, работать техники, тепло, газы, в энергию. Умный дом изобрели, осталось только долететь до марсиана. Да, дело за малым всего там. Но когда-то и «пятерка» была необычной моделью машины, ее как раз и полюбили за новизну и стиль. В 80-х этот автомобиль было буквально не достать. Впрочем, и сегодня она смотрится интересно. Иван Зинкевич расскажет о машине, пережившей несколько поколений. В Советском Союзе к любому большому событию руководство страны старалось продемонстрировать очередные достижения. Так случилось и с «Олимпиадой-80». Дело было мирового значения, поэтому было принято решение в том числе о выпуске новой модели Волгского автозавода. Конечно, речь идет о «пятерке» ВАЗ-2105. Проектировать ее начали еще в начале 70-х. И что точно можно сказать, это почти на 100% отечественная разработка. Внешне изменилось многое. Морда, капот, решетка радиатора и бамперы поменяли форму и стали алюминиевыми с резиновыми вставками. Другие крылья, передние двери, на стеклах нет ветровиков, фары и задние фонари прямоугольные, даже диски колес обновились. От предыдущих моделей осталась только несущая платформа и крыша. У нас на тесте автомобиль 1987 года выпуска. Под капотом двигатель объемом 1,3 литра, мощностью 63 лошадиные силы. Здесь впервые использован зубчатый ремень привода газораспределительного механизма, а не цепной. Обновился блок цилиндров и установлен более мощный генератор. Мелочь, но очень важная, бачок омывателя увеличился в объеме. В общем, машина стала современнее. В салоне на передних сиденьях появились подголовники. Обивка дверей тоже другая. Новая торпеда, на нем спидометр, амперметр, указатель уровня топлива, давление масла и температура двигателя. Еще из новшеств – наружное зеркало, которое регулировалось из салона. А также важный элемент безопасности – подогрев заднего стекла. Поехали! А вот здесь, к сожалению, отличий от предыдущих заднеприводных моделей практически не чувствуется. Разве что немного тише. Двигатель поживее, но на этом и все. До сотни разгоняется за 18 секунд. Максимальная скорость – 145 км в час. Тормоза с гидровакуумным усилителем. Передние дисковые, задние барабанные. Коробка механическая, четырехступенчатая. Позже выпускались и пятиступки. Кроме гражданской службы, пятерка использовалась в милиции, ГАИ и других спецслужбах. Она была популярна и в автоспорте. На ее базе создавали спортивные автомобили для кольцевых гонок и классического ралли. Выпускали эту модель до 2010 года. Настоящий долгожитель. Всего было произведено более двух миллионов машин. Позже вышла люксовая модификация – 2107. Она была самым дорогим заднеприводным автомобилем ВАЗа. Но это, как говорится, совсем другая история.